Здравствуйте, дорогие друзья! Я получаю немало писем сходного содержания. Меня просят, какую музыку надо слушать в тех или иных случаях. В случае депрессии, в случае скорби, в случае печали, в случае одиночества, в случае заболевания, в случае страха. И тогда я даю список и ссылки. И называю прежде всего трёх композиторов. Один из них Георг Фридрик Гендель, его 12 «Кончарто Гросса», потом, когда будете слушать, поймёте почему. Второй – Арканжелло Карелли, 12 «Кончарто Гросса», а третий – Иозеф Гайн. Все, 104 симфонии, любая. Вот ткните просто в Ютьюбе «Симфония 83», «Симфония 86», «Симфония 45», «Симфония 1», «Симфония 5». И вы никогда не ошибётесь, потому что это не композитор, а самое великое послание Божье нам на планету Земля, чтобы мы не расстраивались, чтобы мы не огорчались, чтобы мы не переживали, чтобы мы сохраняли нервную систему и сохраняли чувства, вот как спортсмен сохраняет форму, вот сохраняли форму духа, форму гармонии, форму радости, форму красоты. Жизнь этих трёх композиторов так сложилась, что им сама судьба помогала писать музыку гармонии, радости, света, равновесия. Музыка – это великие вибрации, проникающие в человеческое тело, и эти вибрации дают нам невероятные возможности, невероятные всходы, защищают нас, охраняют нас, оберегают нас, радуют нас. В них огромное неизбывное чувство юмора, чувство света и чувство счастья. Мы открыли наш YouTube-канал и стали его расширять именно во время пандемии, для того, чтобы помочь людям в этот момент отвлечь от бесконечных разговоров о климатических изменениях, о политических проблемах, о ковидных проблемах, ну, от того, что вы будете копить в себе этот ужас, эти страхи, ведь вы же ничему не поможете. Поэтому помочь себе можно только великой музыкой. Прежде всего музыкой, потому что музыка – непосредственные вибрации, повторяю, которые не связаны ни с какими картинками, ни с какими словами. Моя задача – только настроить вас на эту волну, создать ощущение легкости, радости, способности к восприятию красоты, гармонии и радости. Вы скажете, как же, а Антонио Вивальди, почему он не вошел в этот список? Да вы и без меня, Вивальди, слушаете и знаете. Я хочу обратить ваше внимание на тех гениев, которых вы слушаете меньше. Вы скажете, а как же, а столько великой музыки, а Вольфгард Комодоис Моцарт, как вы смели не назвать имя Моцарта? У нас огромное количество фильмов о Моцарте, может быть, самое большое, начиная от фильма «Эффект Моцарта», да, и заканчивая всевозможными включениями Моцарта, сюрпризами, неожиданностями, открытиями, фокусами, шутками. И это все вызывает улыбку. Когда я пересматриваю то, что мы сделали только о Моцарте, я радуюсь за всех вас, когда вы придете на наш канал и будете набирать, смотреть, перебирать, выбирать, потому что выбор мы дали вам огромный за эти полтора года. И поэтому я сейчас называю три имени, не Моцарта даже, не Антонио Вивальди даже. Я называю три имени, на которые прошу вас обратить особое внимание. Вы, слушая музыку Карелли, Гайна, Генделя, все поймете. Это были счастливейшие люди, умнейшие люди, добрейшие люди, светлейшие люди. Ведь иногда встречаешься с такими гениальными композиторами, которые писали великую музыку, но вот в какой-то данный момент эта музыка не очень подходит. Почему? Потому что у нее страсти, переживания, страдания. Вам хватит и без них. Поэтому я предлагаю вам ту музыку, в которой преобладает гармония и свет. Божественная игра. Именно божественная игра. Когда-то Герман Гессер в своей книге «Игра в бисер» написал, мы воспринимаем классическую музыку как некое средоточие, некий экстракт культуры, сама суть культуры. И будь то граце, как у Минуэта Генделя, или вечная готовность, легкая готовность к смерти, как у Баха, это всегда неустрашимость. Это огромное рыцарство. Это отступающий страх перед смертью и наступающая радость бессмертного духа. Не забудьте, что внутри нас душа. Ее нельзя пощупать, взвесить, оценить. Она неуловима как космос, как эфир, как волны, энергетические волны. Но ее надо напитывать. Она требует питания. Отсюда душа обязана трудиться. Вот этот труд, легкий, светлый, счастливый, душа вызревает и дарит нам бессмертие. Я в который раз хочу обратить ваше внимание, что бессмертие реально, но только тогда, когда за время земной жизни, в этом теле, которое очень требовательно и все время требует всего материального, помнят о душе и дарит ей нематериальное. Самое нематериальное на земле – это свет великой музыки. Вот почему мы сейчас развиваем наш канал. Вот почему я жду всех, кто понимает или поймет, или даст себе усилие понять и придет к нам и почувствует, что он здоров и вечен. И я хочу пригласить вас. Ведь, к сожалению, мой юбилейный концерт в Санкт-Петербурге в день моего 70-летия, 13 ноября, в новом зале Мариинского театра «Отменен». Отменен концерт в Светлановском зале, в Большом зале Дома музыки в Москве, который должен был состояться раньше. Мы переносим это все на весну и надеемся и молимся, чтобы все это, наконец, закончилось, пора. А пока этого нет, мы приглашаем вас на онлайн юбилей, концерт. Это будет большой концерт, большой разговор. Это будет наше общение, потому что любой из участников сможет написать свой вопрос. И я очень люблю отвечать на вопросы, даже больше отвечать на вопросы, чем просто самому говорить. Я обещаю вам самый необычный концерт, самую необычную встречу. Вас ждет большое количество сюрпризов. Вся информация – kazinik.com. До скорой встречи! Я очень жду этой встречи. На этих встречах у нас присутствуют жители разных стран планеты. Нас всех объединяет молочный язык. Наш любимый, великий, музыкальный русский язык. Помните? Уже темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорее. Там упоительный рассинь. Европы, баловень, орфей, немнемли критики суровый, он вечно тот же, вечно новый. Он звуки льет, они кипят, они текут, они горят. Все в неге, в пламени любви, как поцелуи молодые, как зашипевшего аи, струя и брызги золотые. Но, господа, дозволен ольц с вином ровнять дурами соль. Вы, конечно, заметили, что только русский язык может позволить Александру Сергеевичу Пушкину написать об итальянской музыке, превратив русский язык в итальянский, потому что все меняется. Это величие языка. Итак, до встречи с нашей речью, с нашей музыкой, с нашей культурой, с нашими идеями. Я обнимаю вас музыкой, ваш Михаил Козинник. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН